Добрый день, доброе утро, добрый вечер, добро пожаловать на мой авиационный канал об авиации. Сегодня я бы хотел поговорить о следующем. После случившейся в мае катастрофы самолета Суперджет в Шереметьево, я прочитал достаточно много мнений разных людей, и далеких от авиации, и близких об этом печальном событии. Сам я старался воздерживаться от каких-либо комментариев однозначных, и все, что я опубликовал, это статья в своем живом журнале на Яндекс.Дзене. Статья называлась «Замкнутый круг авиакатастроф». Но и в ней я использовал это событие лишь, наверное, как повод для того, чтобы в очередной раз осветить известную проблему. В гражданской авиации сложилась такая ситуация, в которой пилоты мотивированы в своей рутинной работе делать упор на самых высоких уровнях автоматизации полета. изо дня в день, из рейса в рейс, что не способствует выработке необходимых навыков управления самолетом в ручном режиме. Это я говорю про новичков, но даже у опытных это приводит к деградации базовых навыков. Проблема эта известная, она характерна, в общем-то, не только для авиации России, а для всего мира. Например, в США ее признали и начали принимать меры на уровне авиационных властей еще в 2013 году. Ну а в нашей стране все, что делается, это дальнейшее закручивание гаек, это поощрение борьбы за показатели, за качество так называемых расшифровок, что в итоге и способствует прогрессированию означенной в статье проблем. Но не об этом я сегодня хочу поговорить. После того, как я увидел в первый раз видео посадки этого самолета, закончившееся столь печально, я, как и все остальные пилоты, недоумевал. Как же так могло случиться, что опытные пилоты допустили, ну знаете, курсантские ошибки при приземлении? Но очень скоро появилась информация о том, что парни пилотировали самолет в так называемом прямом режиме управления, Direct Mode. Это самый базовый режим управления самолетом Superjet. И пилотирование в этом режиме отличается от привычного закона управления этим самолетом, который применяется в обычных полетах, так называемый Normal Mode, нормальный режим. Попробую кратко объяснить разницу. В обычном режиме пилот, отклоняя боковую ручку управления или Side Stick, как это правильно называется, он задает самолету заданный крен и тангаж. После того, как он это сделал, он оставляет ручку в нейтральном положении, и самолет, компьютер, автопилот, как вам больше нравится, удерживает эти крен и тангаж. Если через какое-то время пилот захотел изменить, он снова выносит изменения, с помощью боковой ручки управления, Side Stick, и заново ставит ручку в нейтральное положение, и самолет дальше летит, удерживая эти значения. Помимо этого, в обычном полете пилот Superjet использует автомат тяги, который на этом самолете, как правило, включен от момента взлета и практически до самой посадки. Автомат тяги управляет рычагами управления двигателями, устанавливая потребную для каждого этапа полета тягу. Например, выдерживает заданную пилотом скорость на заходе на посадку. Добавлю, что в нормальном режиме управления автоматика Superjet обеспечивает все возможные защиты самолета от действий так называемых дураков в кабине. Например, защищает от удара хвостом о полосе при чересчур уж большом взятии ручки на себя при взлете, или, например, защищает самолет от сваливания. И свалить этот самолет в штопор невозможно. Я сам лично пробовал это сделать, и что только я не делал. Педаль, в одну сторону ручку, в другую, с интерцепторы выключал двигатели. Это все я делал, конечно же, на тренажере. У меня свалить Superjet в штопор не получилось. И хочется сказать, что я получил на самом деле настоящее удовольствие от того, как этот самолет, ну, точнее, его тренажер управляется в нормальном режиме управления. Конструкторам на самом деле удалось настроить управление так и сделать так, что самолет чувствуется пилотом, как принято говорить, на кончиках пальцев. А за неделю до этого, как я катался на тренажере Superjet, то у меня был опыт точно таких же полетов на тренажере А320. Все вы знаете, мне тренажер А320 не очень глянулся. Он у меня оставил какое-то впечатление такой искусственности, пластмассовости. А вот Superjet, он такой более, скажем, родной, пилотируемый. И в этом плане он похож на мой любимый Boeing 737. Но не об этом, конечно же, сегодня речь. Так вот, когда Superjet находится в прямом режиме управления, то ситуация меняется кардинально. Компьютер больше не удерживает заданные пилотом крены тангаж, то есть пилотирование становится похожим на управление обычного самолета, ну, такого же, как Boeing 737. То есть, насколько пилот глубоко отклонит ручку управления, настолько и отклонятся рулевые поверхности, и насколько он сделает это быстро, резво, то есть самолет будет реагировать за ручкой. Крен-тангаж удерживать больше не будет. Ну, если, например, полностью отклонить боковую ручку вправо, то самолет легко сделает бочку, так как компьютер больше не защищает самолет от действия пилотов в кабине. Автомат тяги в этом режиме тоже не работает, то есть пилоту приходится управлять тягой самому, то есть удерживать, например, желаемую скорость при заходе на посадку. И более того, не работает автотримирование по тангажу, который работает всегда при использовании в этом нормальном режиме, и пилоту приходится снимать нагрузки с отклоненного соседника, возвращая его в нейтральное положение с помощью двухпозиционного переключателя. Опять же, по аналогии с 737 это очень похоже. Direct Mode, этот режим управления, является резервным режимом, то есть в обычном полете он не используется. Компьютер сам переключит себя в этот режим, когда ситуация это потребует, как в случае с этим суперджетом после удара молнии. Логично предположить, что пилоты должны проходить тренировки полетом в Direct Mode, и после катастрофы был такой слух, что, дескать, пилоты такие тренировки не проходили. Мол, на переучивание тренировались, ну а после не пришлось. Но это осталось лишь слухами. В предварительном отчете о катастрофе, который не так давно вышел, написано и выявлено то, что пилоты проходили подготовку по действиям ситуации, так называемые недостоверные показания скорости, при которой компьютер также переводит сам себя в режим Direct Mode. Соответственно, пилоты такую тренировку проходили. Нужна ли нет целенаправленная подготовка к полетам в режиме прямого управления, не смешанная с остальными, с другими видами отказов, но не мне отвечать, потому что я не являюсь пилотом суперджета, и все мое знакомство с этим самолетом сводится лишь к паре часов полетов на его тренажере. Один раз в Жуковском, один раз аж в Венеции. К сожалению, сам лично не попробовал на тренажере, как летает этот самолет в режиме прямого управления, но, быть может, кто его знает, в будущем мне удастся договориться и испытать на себе, что же это такое, чтобы создать личное впечатление, получить какое-то собственное мнение. А то, знаете, я много чего успел услышать о том, как пилотируется этот самолет в этом режиме, и мнение радикально противоположное. Кто-то говорит, что это очень сложно, а кто-то говорит, что в этом нет ничего особенного. То есть, прежде чем занять какую-либо позицию, мне бы хотелось, конечно же, попробовать самому. Тем не менее, у меня есть наглядный пример, который я снимал на видео лично в мае 2015 года. На этом видео мой друг, тогда еще второй пилот Боинга Синтри-7, с нулевым до этого дня опытом полетов с сайдстиками, это, кстати, важно, почему скажу чуть позже, он выполняет визуальный заход на посадку в Винсбруке. Это были как раз те самые покатушки, полетушки, свободные, на которых я и познакомился с Суперджетом. В тот день мы изрядно побаловались, изучая Суперджет, и повторюсь, я получил от него настоящее удовольствие. Признаться, меня и товарищей он действительно впечатлил. С положительной стороны мы как-то не ожидали от него такой приятный взгляд и на ощупь кабины, особенно обзор поразил, шикарный обзор сквозь грамотно выстроенные иллюминаторы. Также, на удивление, много защит, даже больше, чем на А320, с которого они брали пример, ну и, конечно же, больше, чем на МБОИНС-737. После того, как налетался я, налетался мой товарищ, тоже пилотно-анструктор БОИНС-737, я попросил третьего коллега, того самого второго пилота, БОИНС-737, сесть на левое кресло в качестве эксперимента. Ведь пилотировать ему необходимо было левой рукой. И многим, как вы знаете, если темы интересовались, очень интересно, как так можно летать правшам на Аэрбасах, на Суперджетах и управлять со стиком левой рукой. Вот и мне было тоже любопытно посмотреть вживую, как парень справится. Ну, что ж, я посмотрел. Парень для первого раза более чем хорошо справился, несмотря на каверзу, которую ему подкинул инструктор перед самой посадкой на ласте примерно 150 метров. Предлагаю вам посмотреть самим. Внимание на экран. Ну, как я говорю, что самолет практически у нас не валится в стопор, не сваливается. Он хорошим парашютирует. Я же свалил. Нет, от себя только стряска была. Ты прощу столбом, да? И ручку от себя высокой. Тайдл, ручку от себя. Ты считаешь, что это наряно носится? Ну, можно двигатель, только четыре. Как? Так, да? Один-то можно вообще. Ничего не поменяется, кстати. А мы сейчас другую парня. Все, ты на Боинге 737. Не гони, не гони скорость на самом деле. Полоса короткая, так сказать. Лучше 130. Правильно? Да, я просто берешь, не знаю, как. А какая тебе разница? Там нарисовано. И как чувствует? Там все нарисовано, да. Бабочка вейпровоч у тебя стоит. Ну, как тебе без этого? Это я тебе подлянку подкинул. Нормально? Давай корову на ползу. Да не, лайда, лайда, уже не думай. Это порыв был. И грузка 1, 2 была. А вот сейчас у тебя все защиты сняты. Ты сейчас летаешь без защиты. Итак, второй пилот Боинга 737, то есть традиционно управляемого самолета, имеющего штурвал, а не ручку бокового управления. Боковую ручку управления, sorry. Без какой-либо предварительной подготовки сел в левое кресло Суперджета и, управляя его левой рукой, выполнил посадку визуальную в Инсбруке в прямом режиме управления. Как мне со стороны показалось, переключение управления в прямой режим его особенно-то и не напрягло. Ну вот, после того, как я освежил в памяти свои воспоминания, у меня абсолютно нет сомнений, что пилотирование Суперджета в этом режиме не должно представлять значительных трудностей для его пилотов, раз оно не создало трудностей для абсолютно неподготовленных пилотов со стороны. Собственно говоря, ведь и в том печальном полете Суперджета пилоты как-то же долетели до полосы. Предварительный отчет, выпущенный МАК, вызвал у меня недоумение. Вопросы появились и в политике стабилизированного захода авиакомпании и документации Суперджета тоже. Например, согласно им, пилотам допускается продолжить заход при сигнализации о возможном сдвиге ветра в направлении полета. Мол, если эта сигнализация ложная, продолжать заход. Ну, только не написано, как определять, что это ложная или нет. Ну, например, в горах может такое быть, когда ты маневрируешь. Я сам лично при ясном небе хватал эту сигнализацию. Но рассматривать сигнализацию ложной при заходе на посадку в условиях грозовой деятельности, то есть как оно и было в тот день, я бы, честно говоря, поостерегся. Если рассматривать хронику этого полета, описанную в предварительном отчете, особенно на заключительном этапе захода на посадку, и рассматривать ее с точки зрения документов Боинга 737, а именно критериев стабилизированного захода, который, замечу, это важно, одинаковый, что на 737, что на 320, что и на суперджете по умолчанию, так как везде ноги растут из одного и того же документа. Approach and landing accident reduction toolkit, alert toolkit. Если рассматривать с точки зрения этих критериев, то до посадки пилоты минимум трижды должны были прервать заход и уйти на второй круг. Но, если рассматривать с точки зрения опубликованных в отчете цитат из документов авиакомпании и самолета, то парни имели полное право заход продолжить. По документам, оказывается, можно. Но они и продолжили. И вот это в моей голове совершенно не укладывается. Как можно в политике стабилизированного захода на посадку считать стабилизированным такой заход, при котором ты летишь на скорости аж на 20 узлов, превышающей скорость расчетную для полета по Глиссаде, когда в норме установлено не более плюс 10. Ведь на то она и расчетная скорость, что может уже быть повышенной. Например, на ветер, например, на болтанку и, например, на полет в режиме прямого управления. Да, по РЛС Суперджета эта скорость изначально уже завышенная. А можно еще 20 узлов сверху, по документам авиакомпании. Такой разогнавшийся самолет хрен посадишь. Во-первых, подъемная сила будет повышена и будет препятствовать приземлению самолета в самый ответственный момент. Ну, а во-вторых, так как скорость куда более значительная, самолет более резво реагирует на отклонение рулей. И привычное в прошлых посадках движение ручки управления может привести к совершенно неожиданному результату. Не только на Суперджете, а это одинаково применимо абсолютно для всех типов подружных судов. Абсолютно. Для каждого. Собственно говоря, это все, что я хотел сегодня рассказать и показать. Большое спасибо за внимание. Летайте безопасно и, пожалуйста, летайте вдумчиво. Пишите документы вдумчиво тоже. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!